Тихие, что не умаляет их важности, учения состоялись в России на минувшей неделе. Обкатывались средства, благодаря которым мы способны ослеплять натовские аваксы, а свои самолеты превращать в невидимки. Алексей Поборцев оценил арсенал защиты. Рационный химический светлым дозором обнаружен, направляющийся в слонном обследовании. Химиковым развеечкам обозначается граница заражения. Химики надымили изрядно. Роте радиоэлектронной борьбы, сокращенно РЭП, пришлось задержаться на марше, чтобы переодеться и без потерь преодолеть зараженный участок. Потом машины со спецтехникой отмывают и дезинфицируют в полевых условиях. По сценаревичению это было не последнее испытание. Прежде чем РЭПовцы добрались до района развертывания, им пришлось отбивать атаку диверсионной группы противника. Только после этого необычная новичная техника стала показывать свои фантастические возможности. На полигоне под Тамбову специалисты 15-й бригады РЭП и учебного центра демонстрируют новейшие комплексы боевых радиоэлектронных технологий офицерам, которые приехали сюда на сборы со всех военных округов. Небольшой напичканный электроникой беспилотник готовит к взлёту. Двигатель прогрет. Осталось зарядить стартовую катапункту. Через несколько минут пункт управления сообщает, что беспилотник вышел на маршрут и приступил к работе. Это значит, что население небольшого города может забыть про мобильники. Сотовой связи больше нет. Данный комплекс позволяет расширять блокирование абонентских терминалов сотовой связи на территории противника далеко от границы боевых действий. Не зря РЭПовцев в армии прозвали антисвязистами. Лишить противника связи значит сделать его войска неуправляемыми. Этот небольшой мобильный комплекс РЭП смонтирован на бронемашине «Тигр». Её задача – это оценка электромагнитной обстановки, радиоразведка источников радиоизлучений и постановка помех радиоэлектронным средствам. Характеристики новых комплексов засекречены. Нам разрешили их снимать только снаружи. Некоторые эксперты утверждают, что у российской армии появилось оружие, способное на большом расстоянии заглушить знаменитые «Авакса» – самолёты, которые наводят на цель высокоточное оружие. Мы делаем так, чтобы он нашу технику не видел, мы ему ставим за светку на экран, и он не может по своему экрану навести своё оружие и выполнить задачу. А защитные комплексы РЭП вообще делают любое радиоуправляемое оружие бесполезным. Ракеты противника не просто не видят цель, они взрываются на безопасном расстоянии. Да, у нас есть техника, которая способна, вот это вот оружие, которое наводится по радиоизлучающим целям, его взорвать на безопасной высоте, так, чтобы не поразить ни лично состав, ни техникам. Комплекс радиоэлектронной борьбы «РТУЧ-БМ» обладает высокой проходимостью, но это не главная его особенность. В зоне работы комплекса ни один вражеский радиоуправляемый снаряд или ракета не смогут попасть в цель. По публикациям СМИ, одна машина прикрывает личный состав и технику на территории около 50 гектаров. На вооружении российской армии уже состоят несколько десятков таких комплексов. Возможности РЭП постоянно совершенствуются. Можно представить, и это не является фантастикой ситуацию, когда один самолет, имеющий на борту или в подвесном контейнере некое высокотехнологичное и умное оборудование, в состоянии, совершив пролёт над некой территорией, вывести из строя систему противовоздушной обороны, например, заглушив радар и тем самым не позволяя наземной системе ПВО и её радару выдать цельные указания для ракет. По многочисленным сообщениям в прессе, нечто похожее случилось с американским эсминцем Дональд Кук 12 апреля в нейтральных водах Черного моря. Дональд Кук оснащён многоцелевым зенитно-ракетным комплексом ИДЖИС. Корабль способен нести весь спектр ракетного оружия, в том числе крылатая ракета Томагавк. А не самый новый российский фронтовой бомбардировщик Су-24, который не имел на своём борту боевого вооружения, 12-й раз прошёл вблизи корабля ВМС США, инсценировав атаку. Радары эсминца засекли сушку и повели её. Но вдруг вся корабельная электроника отказала. Заработали приборы эсминца только после того, как наша сушка улетела. Я спрашивал недавно у специалистов, военно-воздушных специалистов, которые знают толк во вот этом нашем уникальном комплексе радиоэлектронной борьбы Хибины, который стоит на Су-24, который так сильно напугал Дональда Кука, американского. Я говорю, как это действует, допустим, на глазах противника. По мнению специалистов, Су-24 с помощью мощного излучения вывел из строя электронику боевого управления корабля. Радары Дональда Кука ослеплены. Фактически, экран этого локатора заливается молоком, ну, если хотите, плотным дымом. Корабль теряет и глаза, и уши. Что, собственно, и произошло над Чёрным морем. Получается, что наш Су-24 стал невидимым для радаров американского эсминца, хотя моряки прекрасно видели самолёт, как говорится, невооружённым взглядом. Эксперты отмечают ещё одно недавнее успешное применение российского комплекса РЭП, когда в Крыму был лишён управления и совершил аварийную посадку американский разведывательный ударный беспилотник. Существует предположение, что в операции по перехвату управления и безболезненному приземлению этого беспилотника принимало участие и оборудование, произведённое российской компанией концерт радиоэлектронного оборудования. В частности, упоминалось несколько систем, таких как автобаза, ещё там целый ряд. В 15-отдельной бригаде РЭП Верховного главнокомандования некоторые наши вопросы деликатно оставили без комментариев. Пусть маловероятный противник сам догадывается, что мы можем, а что нет. Насколько динамично развиваются войска радиоэлектронной борьбы, особенно заметно в Тамбовском учебном центре РЭП, которому недавно исполнилось 50 лет. При входе в один из корпусов нас встретил виртуальный помощник, вполне способный поддержать беседу и ответить на несекретные вопросы. Где проводится обучение личного состава и в каком количестве состава присутствует на занятии? На данный момент в учебном корпусе находится порядка 87 обучаемых. Солдат, который проходит срочную службу в центре, стал одним из создателей новой обучающей программы для освоения станции помех. Тот же 3D-движок, который мы рисуем исключительно модель, пишем некоторые программы, скрипты, и получается интерактивная модель взаимодействия игрока с непосредственной аппаратурой, который полностью имитирует реальный процесс. А в этом классе осваивают работу с небольшим чемоданчиком. Щелчок тумблера и местной радиостанции почти не слышно. Чемоданчик предназначен для защиты от подрывов, радиоуправляемых, мин и фугасов. За последние три года в боевой технике войск радиоэлектронной борьбы произошли качественные изменения. Были приняты на вооружение 18 новых комплексов различных типов. Алексей Поборцев, Николай Петров, Дмитрий Анисимов, Константин Мельников и Наталья Войскова. НТВ Тамбовская область. Москва.